Совет Украина-НАТО пообещал нам 10 января оружие на миллиарды евро, а Совет ЕС сделал шаг к выделению 50 миллиардов евро траншами в течение четырех лет до 2027 года при молчании представителя Венгрии. Если добавить ожидаемые 60 миллиардов долларов в помощи от США, то легко прогнозировать золотой дождь. Но есть одно условие – реформы и прозрачный менеджмент. Эти 50 миллиардов евро из фонда для Украины предполагается выделять по формуле 17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда в виде кредитов. Одна из целей кредитов – гарантировать погашение кредитов, которые правительство Украины планирует взять в 2024 году у МВФ и других лиц для функционирования бюджетной сферы, включая пенсионный фонд, так как в госбюджете на это деньги не предусмотрены. Предусмотрены только на зарплаты членам правительства и его сотрудникам. Де-факто правительству дают полную свободу проявить себя, но если что-то пойдет не так, то обещан спасательный круг. Это положение фиксирует статья или постулат номер 2 фонда для Украины. Статья номер 1 требует от Шмыгаля написать план Украина с внесением в него графика реформ для вступления в ЕС и планов намерений по восстановлению и модернизации экономики. Так как Совет ЕС просит такой план, то очевидно, что у Шмыгаля пока его нет, во всяком случае в формате, который можно показать ЕС. Есть только план восстановления Каховской ГЭС. Поскольку все понимают, что такой план быстро не появится, и если появится, то будет содержать спорные элементы, а жить надо, то постулат номер 3 предусматривает выделение фондом денег на конкретные проекты сразу после утверждения Европарламентом и другими структурами всех положений о самом фонде. Так что если правительство хочет ускорить процесс, то за месяц-полтора надо показать ЕС концепцию. Разумеется, нельзя составить список того, что Москва захочет разрушить в Украине. Но можно выделить приоритетные секторы экономики и направления реформ с графиками реализации. Заодно усложнить жизнь Генштабу РФ, уйдя по максимуму от централизации в теплоснабжении и электрогенерации. Когда отопление в Киев обеспечивает две ТЭЦ и один завод по сжиганию мусора, это одно. А когда таких предприятий 10 или 100, то Московия разорится на производстве ракет для их поражения. Как сказали бы в Одессе, ударим котельными, парашизму и ракетным заводом на Московии. Но в ЕС от нас ждут не столько стремительного роста числа котельных, как быстрых и революционных реформ. Ждут не только в Евросоюзе, но и в США. А Великобритания активно подталкивает нас к ним. Часть 7 договора, подписанного 12 января с Украиной, прямо называется «Реформы. Инклюзивное реформирование» и содержит пункт «Приоритетные направления реформ». Это не единственный раздел договора, где говорится о реформах. И что интересно, Великобритания, вышедшая из Евросоюза, рекомендует нам в договоре следовать рекомендациям ЕС по реформам для вступления. Зависание в США помощи нам, Израилю и Тайваню все больше создает впечатление сознательного выжидания и инструмента воздействия. С Тайванем ждут, чем там закончатся президентские и парламентские выборы. Отсюда и прогноз, после 18 января Сенат начнет разбираться с зависшей помощью. 40 миллиардов для Израиля похоже на приз и рычаг давления на Нетаньяху, чтобы он не вздумал отправить армию зачищать Ливан от Хазбаллы и согласовывал свои действия в Газе. От нас ждут небольшого контрнаступления и даже не маленького на Белгород с 15 января, которым московиты пугают сами себя, а реформ и изменений в менеджменте. По этой причине одновременно с Риши Сунак в Киев приехала Пенни Притскер, спецпредставитель Байдена по восстановлению экономики Украины. В контексте таких ожиданий Вашингтона комично выглядит Москва, которая опять побежала жаловаться ему, что поставляемое в Украину и США оружие якобы попадает на мировой черный рынок. В ситуации, когда Кремль ежедневно бубнит, что воюет в Украине с НАТО, жаловаться США на то, что не все снаряды и ракеты НАТО попадают в российских вояк, не только комично, но даже неэтично по отношению к этим воякам. Наивность этой информационной спецоперации не удивляет. Московиты всегда считали всех лохами. Удивляет упорство, с которым они второй год повторяют это с нулевым результатом для себя. Проще было передать Генштабу Украины список тех, кто в РФ уже перешел на военные рельсы, и ВСУ точно по адресам направит ракеты из стран НАТО и не из НАТО. Глядя на такую трогательную заботу Москвы о натовских снарядах, можно не сомневаться, что она проявит еще большую заботу о реформах в Украине, когда они начнутся. Проявит в стиле шериевщины. Труба течет и коррупция. Пора сдаваться в плен русскомирцам. Пусть чинят трубу и кормят. Пленных положено кормить и оказывать сантехнические услуги бесплатно, как в РФ. Идущая второй месяц дискуссия о поправках к действующему закону о мобилизации все больше вызывает ощущение, что правительство слуг страшно далеко не только от народа, но и от реальности. Или проводит сразу две операции. Одну по срыву мобилизации, а другую по введению врага в Оману. Но если на введение врага в Оману лимита нет, то лимит на введение в Оману граждан Украины давно превышен, причем многократно. Сравнение Украины с Оманом напрашивается само собой. После незабываемой поездки Зеленского в феврале 2020 года на отдых в Оман, все уже знают, где это находится. Сравнение с Оманом выросло после подписания Зеленским и Сунаком документа, по которому Великобритания дала нам гарантии безопасности до 2035 года, в том числе от будущего вооруженного нападения. Именно так называется часть восьмая договора. Под это определение вполне подпадает то возможное наступление рашистов на Харьков зимой или весной, о котором сейчас много говорят. Согласно пункту второму этой части договора, Великобритания и Украина в течение 24 часов проведут консультации для определения мероприятий, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии России. Примечательно, что использован термин «Россия», а не РФ, на тот случай, если РФ прекратит существование и агрессию совершит прекрасная Россия Навального, профессора Соловья и Дмитрия Патрушева. Этот договор означает, что Украина с 12 января ушла под защиту Великобритании, под крышу или протекторат, как сказали бы в XIX веке. Так возникает еще одна параллель с Оманом, точнее с государством Договорный Оман, которое просуществовало с 1835 по 1968 год, пока Великобритания не разорвала договор. После разрыва вместо этого Омана появилось три новых государства – островные Бахрейн с Катаром и конфедерация из семи объединенных Арабских Эмиратов. До 1835 года британцы называли территорию будущих Эмиратов «пиратским берегом». Британцам, особенно Ост-Индской компании, не нравилось, что арабы-пираты нападают на корабли, чем мешают торговле с Персией и османскими владениями в Ираке. Им также не нравились такие традиционные местные ценности, как рабство, пиратство, – вечные родоплеменные войны. Поэтому они предложили шейхам подписать договор об отказе от них, по крайней мере, на время сезона добычи жемчуга в заливе, и стали брать шейхов и племена, согласившихся на такое, под свой протекторат. За 30 лет британцы смогли добиться того, что пиратский берег стали называть Договорным берегом или Договорным Оманом. В местное управление напрямую не вмешивались, а шейхи настолько вошли во вкус торговли с Индией через британцев, что индийская рупия в 20 веке была какое-то время денежной единицей в Эмиратах и котируется там до сих пор. Поэтому россиянцы и пытаются пристраивать свои рупии за нефть в ОАЭ. Теперь британцы берут под защиту Украину от российских рабовладельцев и бандитов. Взамен предлагают отказаться от таких сомнительных культурных ценностей, как рэкет, коррупция, кумовство и привычки считать госбюджет своей собственностью. То есть от той экономики вымогательства, рост которой стимулировала зе-команда. Наивную веру в бубочка хороший, только слуги у него плохие. Британцы разделяют мало, но не считают это помехой для проведения реформ, основываясь на своем опыте с Ганноверской династией. Поэтому логично сделать встречный шаг и сформировать правительство национального доверия и реформ во главе с такой понятной британцам и не только им фигурой, как Борис Джонсон в качестве премьер-министра технократа. Желательно поторопиться, так как в декабре появились слухи, что Джонсону собирается предложить опять стать премьером в Великобритании. У Бориса Джонсона, как возможного премьер-министра Украины, много очевидных достоинств. Поэтому можно пока остановиться на трех менее очевидных. Первое – эффект Яценюка. С марта 14 до апреля 2016 премьер-министром был Арсений Яценюк. Благодаря репутации, ему целых полтора года на Западе охотно давали кредиты, крайне необходимые в тот момент. Когда эффект перестал работать, Яценюка смогли убедить уйти из поста, и у него хватило ума с этим согласиться. Репутация Джонсона – это золотой ключик, который позволит полтора года открывать практически любую дверь, особенно в Евросоюзе. Даже Орбан не сможет серьезно этому помешать. Второе – Джонсон умеет разговаривать с Трампом, лично с ним знаком и пользуется доверием у республиканской партии США. После общения Джонсона с Трампом летом 2023-го в Украину приехал сенатор от этой партии Линдси Грэм, внес какие-то уточнения и попутно устроил такой фурор на московских болотах, что там долго стоял протяжный и негодующий вой в его адрес. Третье – в случае, если расисты все-таки решатся наступать на Харьков, вздумают повторить поход на Киев из Белоруссии или побродить с десантом возле Николаева и Одессы, то предусмотренные договором консультации за 24 часа Сунака с Джонсоном будут явно более плодотворными, чем с любым другим премьер-министром Украины. Маловероятно, что у Джонсона есть в кармане готовый план реформ для Украины, но он точно сможет собрать команду из тех, у кого есть такие планы. Разумеется, на болотах опять начнется вой о внешнем управлении. Но этот вой звучит уже 10 лет, при том, что московиты начинают свою историю с призвания варягов Рюрика в Ладогу, а сейчас заканчивают юанизацией и табличками с иероглифами в Москве. Зеленскому надо было еще в 22-м году предоставить Джонсону, а не только Невзорову, гражданство Украины. Хотя бы потому, что Джонсон более известен и популярен в Украине, чем Невзоров. Но или Зеленской никак не простится с Москвой, или во всем плохом, как обычно, виноват Ермак. Только нельзя безгранично все валить на Ермака, даже наградив его титулом «зеленого кардинала». Он настолько ушел во внешнюю политику, что реформирование экономики просто физически не потянет. Сейчас в Давосе он председательствует вместе с Игнасио Кассиосом, главой МИД Швейцарии, в секции по обсуждению украинской платформы мира. Ермак весь в этой формуле, международный форум по утверждению которой в 2023-м не состоялся и перенесен на текущий год, мероприятие крайне важное. Можно провести параллель между Зеленским и ленивыми королями Франции, за которых всю работу тоже делали майор Домы, или вспомнить про кардинала Ришелье. Только население Франции перед революцией было около 25 миллионов человек, после Столетней войны – около 13 миллионов, а в эпоху ленивых королей в два раза меньше, плюс мир не был глобальным и никуда не спешил. С государством в три раза превосходящим по числу населения Франция в тот период тоже не воевала. Тогда можно было взвалить все на одного майор Дома или кардинала, но уже Ришелье не всегда успешно справлялся с поставленными задачами. Поэтому появление рядом с зеленым кардиналом настоящего премьер-министра британца выглядит не просто желательным, но и почти неизбежным. Лучше опираться на обе ноги, чем вообще ни на что. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова